Вот это полностью самодельный велосипед. Это собрали мы в моей мастерской Custom Base. То есть он на электромоторе, полторы тысячи ватт, полноразмерные крылья, большая батарея, хватает пробега до 80 километров. Любитель такой двухколесный на глаз не отличит от настоящего байка. Илья Логачев, велосипед под себя, делал пару недель. Дизайн, чертеж и все комплектующие – полностью его задумка. Уточняет, транспорт исключительно для прогулок, на велозаезд на таком не отправишься. Для драйва и соревнований экспонаты по соседству – гоночное авто. Да тут у каждого автомобиля есть интересная история. Тут даже, можно сказать, автомобили. Дедушка там занимался автомобильным спортом, передал внукам, дети поддержали. И этот автомобиль до сих пор участвует в соревнованиях по сей день. Вот такая история. В центре выставки «Жигули» их дизайнерами стали юные горожане. Каждый смог нанести на авторисунок. Сцена горпарка – место притяжения для начинающих йогов, любителей зумбы на центральной аллее «Маркет». Самым необычным его участником стал Александр Меньшиков и его подопечные. Голубые креветки, королевский питон, ящерицы. Ящерица «Эублефар» – одна из простых в содержании. То есть может справиться и ребенок, школьник без проблем. Питается он насекомыми, живыми либо замороженными. Необходим террариум, необходимо минимальное оборудование, то есть термоточка с 30 градусами. Ну и комнатная температура 25-28, для него подходящая. Рептилиями и присмыкающимися заинтересовалась Дарья Кузьмичева вместе с братом и дочерью. Кстати, в горпарке в этот день девушка оказалась не случайно. Знала, что отмечают его день рождения. Место отдыха любит с детства. Это всегда были семейные такие походы, то есть мама, папа, я. И всегда начинали с комнаты смеха. Потом обязательно мы шли на колесо обозрения. То есть сейчас дети пока у меня боятся высоты, мы не ходим. Но уже орбиту освоили только так. Даже мой брат, который просто безумно боится высоты, он первый раз в этом году прокатился на орбите, хотя дочка у меня вообще с мальства туда. Благовещенский горпарк начал свою историю в 1889. Сначала это был сад рядом со зданием общественного собрания, ныне драмтеатр. Позже территорию превратили в место отдыха. Парк растет, развивается. В этом году появился новый аттракцион в городском парке «Микс». И люди уже довольны. Кроме того, ведется реконструкция. И на площадке, где раньше был каток, будет возводиться бесплатная площадка для детей разных возрастов. Там будут и горки, и зоны отдыха. Ждет в гости взрослых и детей городской парк до конца сентября. Если позволит погода, то и в октябре аттракционы будут готовы прокатить посетителей. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова